Азбука мебели С вами я, Инна Щедрова, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Митинг или собрание. На привокзальную площадь вышло более полусотни автомобилистов. Что решили на собрании по поводу «Эроглонасс»? Расскажу я, Ирина Мокрецова. Бесплатную учебную программу для предпринимателей «Приморья» презентовали представители Сбербанка и компании «Гугл». Чему мы собираемся учить, это тоже очень важно, это не типично банковские, типично технологические дисциплины. О юридических ловушках на чистоту представители адвокатской коллегии рассказали предпринимателям, какие риски существуют в области права для бизнесменов. Эффективные решения лежат в той сфере, куда можно посмотреть, только расширив горизонты. А еще расскажем, где теперь смогут встречаться владивостокские музыканты и за какие заслуги «Адмирал» заработал путевку в серию «Плей-офф». Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Сделать кнопку «Эроглонасс» забровольный – главный лозунг автовладельцев, которые все же собрались в минувшее воскресенье на привокзальной площади Владивостока. Причем изначально планировали провести митинг. Его даже согласовали с администрацией, но буквально за день до проведения заявку отозвали. Однако люди на свой страх и риск все равно пришли на площадь. Почему отменили митинг и кто воспользовался собранием обеспокоенных автомобилистов в своих целях? И сдвинулся ли с мертвой точки вопрос установки системы «Эроглонасс»? Ирина Макрецова расскажет подробнее. Я думаю, что каждый из нас поддержит инициативу, чтобы эта кнопка стала добровольной. Ее нельзя делать обязательно, это неправильно. Тем более, что у нас нет условий для того, чтобы осуществлялась работа этой кнопки. Около 700 человек из Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинска, Уссурийска и Хабаровска собрались на привокзальной площади, чтобы публично заявить о необходимости скорейшего решения проблем, связанных с обязательной установкой системы «Эроглонасс» на все новые, в том числе и поддержанные автомобили, ввезенные в Россию после 1 января этого года. Автомобиль был куплен еще в конце декабря. Он находится сейчас в стоями, деньги на него уплачены. Ввиду того, что непонятная ситуация с этой кнопкой, машина оставлена там, и до сих пор мы не знаем, что с ней делать. Собрание не успело начаться, а двух коммунистов уже заставили свернуть транспаранты и отвезли их в ближайшее отделение полиции. Люди стали проводить параллели с 2008 годом, когда что-то подобное уже происходило. И даже шептали, что на площади дежурит московский ОМОН. То и дело в толпе было слышно, что это не митинг, а простое собрание. Просто потому, что проще ему видать, чем с ними поддаться. Хотя изначально это должен был быть именно митинг. Еще несколько недель назад его согласовали с администрацией края и стали активно готовиться. Вдобавок в интернете устроили своеобразные флешмобы. Например, в Инстаграм выкладывали фото с табличкой «ГЛОНАСС, отдай ПТС». И даже решились на отважный шаг. Предлагаю, чтобы все написали комментарий к последнему фото Медведева с текстом «Обратите внимание на проблему ГЛОНАСС». Сказано, сделано. И на официальной странице Дмитрия Анатольевича под безобидным фото с лебедями появились комментарии обеспокоенных дальневосточников. Может, именно такая активность издвинула дело с мертвой точки. Уже 17 февраля появилось сообщение о том, что Владивостокская таможня начала выдавать ПТС. Только спустя сутки выяснилось – есть один нюанс. Паспорта на авто смогли получить те, кто ввез свой транспорт до 15 февраля 2017 года. Достаточно быстро, при желании можно прийти, оформить документы, забрать свой автомобиль со склада. Больших проблем не возникает. Только нужно знать, как правильно заполнить документы, куда обратиться. Тем временем у автовладельцев это вызвало неоднозначные эмоции. Одни радовались, другие увидели в этом провокацию со стороны властей. Ведь по закону с этого года ПТС на машину нельзя было получить без сертификата безопасности, который в свою очередь не выдавался без наличия системы «Эроглонас». И вот накануне митинга ситуация отчего-то кардинально меняется. Если начинают выдавать, то значит до этого, с 1 января, невыдача ПТС была незаконной? А что изменилось? Отмены требования нет. Законность выдачи ПТС вообще непонятна. Начали выдавать ПТС во время проведения митинга. У нас есть вообще закон? Или рулят понятия? Хотим, не выдаем? О, митинг, ну тогда выдаем. Этому есть объяснение? Результат – это когда появится нормативный документ федерального уровня с четкими и ясными пояснениями о сложившейся ситуации. Лично для меня это просто авантюра. Однако на собрании людей пытались убедить, что беспокоиться не о чем, и полученный ПТС никто не аннулирует. Я сам ездил в субботу и видел, как люди выдают, таможню, вернее, получают ПТС без вопросов. И мы поехали в ГИБДД и их ставят на учет. По СБКТСам там немножко непонятно. Я так понимаю, что они стали искать аналоги на эти автомобили. С этим еще нужно разбираться. Но факт то, что люди смогли забрать свои автомобили и перестали тратить деньги на СВХ. Тем временем за день до митинга в формате закрытой встречи представители местного ОМВД встретились с организаторами и попросили отменить рандеву на Привокзальной площади, ссылаясь на то, что митинги сейчас никому не нужны. Вы проблему поставили, но государство уже пошло на это. Но чтобы решить этот вопрос, какой-то промежуток времени должен быть? Результатом этой беседы стало заявление организатора митинга об его отмене. Якобы ситуация сдвинулась с мертвой точки и встреча более не имеет смысла. Но так показалось далеко не всем, а потому автомобилисты решили все же собраться на Привокзальной площади уже не на митинг, а на простую встречу, с надеждой получить ответы на вопросы по поводу дальнейшей судьбы поддержанных иномарок. Ведь временная выдача ПТС – это не панацея от всех проблем, связанных с внедрением новой обязательной системы. То, что сейчас начали выдавать ПТС на автомобили, которые везли до 15 февраля, ну хорошо, но это же не решение проблемы. А что будет, если я привезу машину в марте, я не получу у нее ПТС, я заплачу пошлину, я заберу ее с таможенного склада, и что это у меня будут, санки стоять в огороде без ПТС? Сюрпризом для собравшихся людей в этот день стала ярмарка, которую по неизвестным причинам перенесли с традиционной центральной площади на Привокзальную. Причем это стало неожиданностью не только для участников собрания, но и для самих продавцов. Нам вчера сказали, что вчера на ярмарке сказали, что будет здесь, что будет один день. В течение двух часов людей становилось все больше, многие из присутствующих смогли высказать свое мнение по данной ситуации. Однако по итогу не произошло главного. Ответов на свои вопросы так никто и не получил. Введение этого закона нарушает непосредственно наши прямые конституционные права, право свободы, право выбора. Получается, что государство ограничивает выбирать, что мы хотим приобретать. Я на себе почувствовал, как влияет решение правительства не только непосредственно на автомобильный бизнес, но и на смежные с ним бизнесы. У меня сотрудники сейчас сидят без работы. Даже если придумают какую-то схему, как вроде как пообещали, схему придумают, на подержанные автомобили что-то нужно будет поставить, но это опять же отразится на цене, и это значительно отразится на цене. Я пришел с посылом объяснить людям, чтобы они сражались, потому что в 2008 году, когда подняли пошлины, мой бизнес рухнул. У меня было 56 человек работало. Мы поставляли машины по всей России. Бизнес рухнул. Сегодня я нищий. Результатом массовой встречи стала резолюция, которую пообещали отправить и губернатору, и президенту. Более того, участники собрания решили встретиться на этом же самом месте ровно через месяц, 19 марта. Со своей датой, когда смогут дать ответ по поводу кнопки, определились и федеральные структуры. Сотни людей на привокзальной площади. У каждого из них свое мнение по поводу системы «Эроглонас». Но какие-либо решения мы сможем услышать только 13 марта. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Теми беспокоящей приморских автомобилистов. Сегодня мы решили посвятить наше зрительское голосование. Наверняка и среди наших телезрителей найдутся те, кто напрямую столкнулся с проблемами, возникшими с изменением правил выдачи ПТС. И может даже выходил в воскресенье на привокзальную площадь на митинг. Точнее сказать, на собрание. Однако сегодня мы решили обратиться абсолютно ко всем владельцам автомобилей и спросить, а вы хотели бы иметь в автомобиле систему «Эроглонас». Если вы считаете, что система, подающая сигнал в экстренные службы в случае ДТП, действительно должна быть в автомобиле, звоните 249-88-06. Если же, по вашему мнению, это совершенно бесполезная кнопка и спасительную роль в серьезном ДТП она не сыграет, для вас номер 249-88-07. Итоги онлайн-опроса подведем в конце выпуска. А уже завтра в эфире 8-го канала вы сможете увидеть беседу приморского журналиста Андрея Калачинского сразу с тремя экспертами. Депутатам и по совместительству организаторам прошедшего митинга Андреем Голицких, юристам Алексеем Клёцкиным и таможенным брокером Романом Султановым. Вместе они в эфире «Радио Лема» попытались найти объяснение всем этим событиям, которые связаны с установкой новой системы «Эроглонас». Тем временем порядка 100 единиц спецтехники было задействовано для ликвидации последствий снегопада. В течение всей минувшей ночи на улицах Владивостока велась механизированная очистка магистралей. Основные дороги были очищены и обработаны противогололедными материалами. За прошедшую ночь дорожные службы израсходовали порядка 170 кубометров жидкого реагента и более 370 кубических метров песко-солевой смеси. Также малая спецтехника и дорожные рабочие продолжают убирать пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, виадуки и лестницы. Особое внимание уделяется лестницам, ведущим к учреждениям здравоохранения и связывающим жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта. Также администрация Владивостока просит водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать зимний режим вождения и не парковать машины на проезжей части, так как это мешает движению снегоуборочной техники. А вот большегрузом временно запретили въезжать в город. В таком активном и стремительном городе, как Владивосток, наверное, чуть ли не каждый хоть раз задумывался открыть свое дело. Однако всегда ли можно поставить знак «равно» между собственным бизнесом и свободой? В Приморской столице состоялся деловой завтрак, где специалисты из адвокатской коллегии встретились с предпринимателями и на конкретных примерах рассказали о том, какие риски существуют в области права, а также какими возможностями с юридической точки зрения можно воспользоваться сегодня не только для сохранения, но и для развития своего дела. На деловой завтрак отправилась и моя коллега Дарья Пантенко. За чашкой бодрящего кофе и в непринужденной атмосфере бизнесмены Владивостока встретились с экспертами и адвокатами. Цель встречи – обсудить правовые риски, методы их управления и возможные эффективные пути развития бизнеса в современных реалиях. Мы будем рассматривать правовой консалтинг как искусство изящных решений. Будем говорить о том, что только комплексный анализ с учетом многих факторов позволяет находить скрытые решения, которые не очевидны при подходе с узкой специализированной сферой. То есть, что даже самое правильное решение, оно не всегда самое эффективное. И что эффективные решения лежат в той сфере, куда можно посмотреть, только расширив горизонты. Формат встречи не просто лекция, а дискуссия. Симбиоз полученных ранее экспертами практических знаний и разбор самых типичных правовых ошибок, допускаемых в бизнесе. На конкретных примерах участникам встречи предложили решить проблему. В итоге разразился настоящий диспут. С 2013 года эта среда стала более-менее рабочей и по данным зрителям дела возбуждаются активно. Второй – это 2009-й, 2004-й, скорее всего. Потому что, судя по обороту и тому подобное, там наверняка он надеялся на теряемых всех компаний. И внутри, в рамках возбуждения правового дела, попасть в гражданский иск с возбуждением определенных материальных задержек, которые в публике есть в Англии. По итогу только одного этого случая был сделан вывод, что многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются представители бизнеса, можно было решить иным способом, при этом не выходя за рамки правового поля. Главная мысль – необходимость комплексно анализировать ситуацию, учитывать возможные риски и с помощью гибкого интеллекта планировать бизнес-процессы. Зачастую собственники вынуждены сталкиваться с решением нестандартных задач очень часто. Но это более широкое проявление правового консалтинга, как искусство изящных решений. Не каждое решение практическое можно решить с точки зрения, ну, такого фантастического подхода, найти нестандартное решение. Мы будем говорить об изящных решениях, таких же нестандартных, но с учетом конкретных областей, которые входят в сферу правовых рисков. Фундаментом эффективности этой встречи стала дискуссия экспертов и адвокатов, благодаря которому представители бизнеса получили обратную связь. Правовые риски, они имеются в большинстве бизнес-процессов, на которые принято уделять большое внимание, так как они развивают бизнес. Это маркетинг, менеджмент, управление персоналом, продажами и так далее. Так вот, правовые риски, они как некие мостики соединяют все эти процессы и позволяют достигать цели более эффективно, быстрее, ну, с наименьшими затратами. По итогу всех участников ожидал приятный сюрприз. Помимо того, что удалось найти ответы на многие интересующие вопросы, узнать способы развития своего бизнеса и пользу профилактических юридических мер, каждый получил возможность бесплатной консультации от эксперта по правовым рискам Дениса Власова и его коллеги-адвокатов. Как отмечают организаторы, подобные встречи будут теперь проводиться на регулярной основе. Дарья Панченко, Василий Косилов, Новости на восьмом. Сейчас идем на короткую рекламу, сразу после которой. Расскажем, какую программу для молодых предпринимателей презентовали Сбербанк и Гугл. И где теперь смогут встречаться ларивостокские музыканты. А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы хотели бы иметь в автомобиле систему Эроглонас? Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Нужен шкаф в квартиру? Покупку в феврале планируй. Весь февраль в магазинах «Азбука мебели». Скидки на все шкафы до 40%. Работа итальянской компании «Аура» – это роскошь Востока и традиции Европы. Практичная керамика для комнатного декора и зимних садов. Картины итальянских художников – это искусство вашего дома. Торговый дом «Интерьер». Бывало, вызовешь машину, а на дворе то дождь, то снег. Ждешь и не знаешь, приедет или нет. Надо было сразу звонить в «Сатурн». 2-500-500. Приедем быстро в любую погоду. Корелл. Только избранная из Южной Кореи. Внимание! Во Владивостоке такого еще не было. Восьмой канал и свадебная студия Ксении Марченко организует свадьбу под ключ двум парам в программе 9,5 месяцев. Следите за жизнью героев проекта, и вы сможете узнать все тонкости подготовки к знаменательному событию. Генеральный партнер – компания «Ренессанс Актив». Застройщик нового жилого комплекса «Академический» в пригороде Владивостока. Категория 16+. Концертное агентство «Небо Рекордс» предупреждает. Медведьчок, чтобы не за флангом. 26 мая. Мы идем на Басту. В центре бессветного урбана. Баста. Никто не знает, кому как карта ляжет. Плачем дважды, однажды не заметь в лажу. Большой концерт. Баста. Валерий Николаев, Калина Данилова, Виктория Тарасова, Наталья Унгард. Комедий «Обмани меня, крошка». 27 февраля на сцене театра Горького. Сегодня с вами я, Инна Щедрова, и мы продолжаем далее выпуски. Расскажем, какую программу для молодых предпринимателей презентовали Сбербанк и Гугл. И где теперь смогут встречаться владивостокские музыканты. А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно. А вы хотели бы иметь в автомобиле систему «Эроглонас»? Самострой возле дома Элеоноры Пре официально начали сносить во Владивостоке. Сегодня рабочие в сопровождении судебных приставов прошли настройку, чтобы оценить предстоящий объем работ. И уже снесли несколько перегородок на втором этаже, сообщает Прима-Медиа. Основная трудность заключается в том, что работы придется выполнять фактически в ручном режиме, так как здесь очень узкая площадка и невозможно применить габаритную мощную технику. Кроме того, в подвале здания продолжена теплотрасса, что также представляет определенную трудность. Все работы должны будут выполнить за 90 дней. А я напоминаю, что в студии работает онлайн-голосование. В минувшее воскресенье на привокзальной площади собрались приморские автомобилисты с целью решить спорные вопросы, связанные с установкой системы экстренного реагирования в привезенных машинах. С января этого года у автомобилистов накопилось довольно много вопросов на эту тему. Многие при этом совсем не против установки кнопки «ГЛОНАС» в автомобиле. Все-таки система призвана значительно сократить время реагирования экстренных служб при аварии. Поэтому сегодня мы решили обратиться к телезрителям со следующим вопросом. А вы бы хотели иметь в автомобиле систему «Эроглонас»? Если вы считаете, что система, подающая сигнал в экстренные службы в случае ДТП, действительно должна быть в автомобиле, звоните 249-88-06. Если же, по вашему мнению, это совершенно бесполезная кнопка и спасительную роль в серьезном ДТП она не сыграет, для вас номер 249-88-07. Итоги онлайн-опроса подведем в конце выпуска, а пока к другим темам. Бесплатную учебную программу для предпринимателей Приморья презентовали представители Сбербанка и компании Google. Онлайн-курсы помогут начинающим бизнесменам открыть свое дело, а практикам расширить границы предприятия и улучшить качество бизнеса. Для участников подготовили не только полезные тесты и вебинары, но и встречи с опытными специалистами в оффлайн-режиме. В прошлом году федеральная программа заинтересовала несколько десятков тысяч участников на западе страны, а сегодня ее представляют всему Дальнему Востоку. Сколько длятся курсы и где необходимо зарегистрироваться, расскажет Валерия Белоуз. Сбербанк совместно с компанией Google объявляет о запуске бесплатной учебной программы для предпринимателей. На презентацию проекта «Бизнес-класс» пригласили журналистов, блогеров и молодых бизнесменов. Вопросы можно задать любые места встречи в центральный офис Сбербанка во Владивостоке. Чему мы собираемся учить, это тоже очень важно, это не типично банковские или типично технологические дисциплины. Дисциплины больше связаны с предпринимательством, менеджментом, лидерством, командообразованием. Корпоративные финансы, безусловно, есть как базис любого бизнеса. Программа в режиме онлайн. Видеоуроки, тестовые задания и вебинары на обучение – 5 месяцев. Курс состоит из 8 модулей, 4 очных мастер-классов, которые пройдут во Владивостоке. К бизнес-классу могут присоединиться те, кто только планирует открыть свое дело, а также предприниматели со стажем. В зависимости от направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. После выполнения всех заданий участников ждет экзамен. Если прошли проверку – новый этап. наставничество и встречи с опытными экспертами уже в режиме реального времени. В итоге каждый, кто пройдет программу, получит не только сертификат, подтверждающий участие в бизнес-классе, но прежде всего – уникальный опыт и перспективные знакомства. Это действующие бизнесмены, опытные, которые будут заниматься конкретно вами и отвечать на конкретно ваши вопросы. Проект от Сбербанка и Google стартовал в прошлом году. Пилот провели в Татарстане. Около 5000 жителей уже завершили курс. В 2016-м программа охватила 10 регионов. На этот год организаторы планируют увеличить масштабы втрое. 8 субъектов Дальневосточного округа заинтересовались предложением. Регистрация для них открыта, обучение начнется 16 мая. Если в 100 тысяч тех, кто прошел обучение, года через 2-3 будет хотя бы 1000 средних компаний с оборотом в миллиарды, то, как вы понимаете, оборот таких компаний только в 1000 составит 1 триллион рублей. По словам представителей власти, малое предпринимательство в Приморье составляет около 30% от ВВП края. А в объеме валового регионального продукта доля малого и среднего бизнеса в Приморском крае значительно выше, чем по стране. В этой сфере работает более 168 тысяч человек. Ежегодно на местных бизнесменов делают большие ставки. Однако из-за нехватки знаний многие из них так и не выходят за пределы региона. На территории Приморья действуют специальные регуляторные режимы, которые существенно помогают бизнесменам и предпринимателям. Я уверен, что те предприниматели, которые пройдут очень важную, насыщенную, образовательную программу, смогут применить полученные навыки на практике на нашей Приморской земле. Для начала все, что необходимо сделать, просто зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro. Программа бесплатная, напоминают организаторы. Главное – это желание и время. Больше ничего не требуется. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. У молодежи Владивостока появилась новая площадка для творчества и общения по адресу улица Шилкинская, 19,2. Ее организовали специалисты молодежного ресурсного центра. Здесь уже провели первый музыкальный квартирник, который получил название «Лампа». С первым концертом на новой площадке выступала группа «Динамика» в лице единственного солиста. Цель проекта – познакомить детей с творческими коллективами города Владивостока и забрать их с улиц, чтобы они свою энергию в нужное русло направляли. Планируется, что квартирники будут проходить здесь не реже одного раза в месяц и станут местом общения музыкантов и подростков. Не исключено, что летом один из квартирников проведут даже на открытой площадке. Кстати, к участию в проекте также принимаются начинающие артисты. И к новостям спорта. Гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойного поместили в СИЗО, сообщает РИА «Востокмедиа». Решение принял Ленинский районный суд Владивостока. Илья Спокойнов, он же Митькин, был задержан в Москве. Против него возбудили дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Ранее по этой же статье возбудили дело против его жены. Примечательно, что до сих пор остается неясным вопрос, какую на самом деле должность занимает Илья Спокойнов в «Адмирале». Как сообщил «Эрспорт» корреспондентом РИА «Востокмедиа», с прошлой недели гендиректором клуба является руководитель партнерской компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев. А вот в Приморской администрации кадровые перестановки в «Адмирале» отрицают. При этом на сайте хоккейной команды гендиректором значится все тот же Гаджиев, а по данным системы «Спарк Интерфакс» Илья Спокойнов. Вот такая неразбериха. А вот сам хоккейный клуб «Адмирал» тем временем без какого-либо мошенничества заработал путевку в серию «Плей-офф». Приморская команда в последнем матче регулярного чемпионата обыграла подмосковный «Витязь» и тем самым получила возможность побороться за кубок «Гагарина». Об этом и о других новостях спорта расскажет Максим Яковлев. Хоккейный клуб «Адмирал» в последнем матче регулярного чемпионата встречался с подмосковным «Витязем». Приморская команда, будучи в гостях, пыталась решить сразу две задачи. Красиво закончить регулярку и, главное, выбить себе место в серии «Плей-офф». Ближайший соперник «Моряков» в Сибирь не набрала нужного количества очков, поэтому «Адмиралу» оставалось лишь самим не ударить в грязь лицом. «Витязь» начал игру по-хозяйски. Подмосковный клуб перебросал нашу команду почти в четыре раза. Правда, результативными атаки стали только во втором периоде. Счет открыли хозяева, причем только из-за невнимательности Бобкова, который не проследил за шайбой. Приморцы вскоре смогли сравняться. Мнатсян мощным броском прошил всю оборону хозяев. Третий период стал фатальным для «Витязя». За три минуты москвичи пропустили сразу две шайбы. Первую забил Сигарев, а вторую рукой буквально занес в свои ворота защитник хозяев. Матч так и завершился при счете 1-3 в пользу «Адмирала». Теперь приморской команде в рамках серии плей-офф придется не раз встретиться с омским «Авангардом». К слову, сопернику «Адмирала» закончил регулярку на втором месте. Понятно, что мы здесь не фавориты, да, если бы как-то было фаворит, скажем таки, 50 на 50, мы, наверное, раньше в плов пошли. Уделим большое внимание игре в обороне, потому что у Омска хорошая атака. Адмирал начнет в гостях. Первые матчи с «Авангардом» приморцы проведут 22 и 24 февраля. Более 60 спортсменов со всего Приморья прошли отборно-всероссийские соревнования по грэплингу. Владивосток встречал открытый чемпионат края, в котором участвовали взрослые борцы старше 18 лет, представляющие самые различные стили борьбы. Соревнования проходили в двух дисциплинах – грэплинг и грэплинг-ги, который проводится в кимоно для джиу-джитсу. Сам же Владивосток был представлен спортсменами из четырех секций единоборств – «Динамо», «Александр Невский», «Булат» и «Гладиатор». Все встречи прошли довольно быстро. Несмотря на такой тягучий и терпеливый вид спорта, представители того же самбо или ММА смогли внести в бой скорости и зрелища. По итогу соревнований первые два общекомандных места разделили Владивостокские спортклубы «Гладиатор» и «Александр Невский», соответственно. Третью строчку заняла команда «Мастер» из «Артема». Сам же чемпионат России, на который отобрались спортсмены, пройдет в марте в городе Белгород. Сборная России по бадминтону успешно выступила на чемпионате Европы среди смешанных команд, завоевав серебряные медали. В составе национальной команды выступали приморские спортсмены Евгений Дремин, Евгения Димова и Сергей Серант. В групповом этапе турнира россияне одолели польскую и испанскую команды. В этом едва ли не первую роль сыграл именно Серант, который возвращал все заработанное соперниками преимущество. После этого наши спортсмены со счетом 3-1 обыграли Францию и Англию. В этих важных встречах отличился капитан сборной и участник бадминтонного клуба «Приморья» Владимир Иванов. Однако в решающей битве наша команда уступила сильнейшему европейскому коллективу из Дании. 3-0. Как бы то ни было данный результат, несомненный успех. Россияне впервые в своей истории вышли в финал этого турнира. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Митинг или собрание. На привокзальную площадь вышло более полусотни автомобилистов. Главный лозунг автовладельцев – сделать кнопку «Эра ГЛОНАСС» добровольной. Поговорили о юридических ловушках. Представители адвокатской коллегии встретились с предпринимателями и на конкретных примерах рассказали о том, какие риски существуют в области права для бизнесменов. Гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойного поместили в СИЗО. Такое решение принял Ленинский районный суд Владивостока. Бесплатную учебную программу для предпринимателей Владивостока презентовали представители Сбербанка и компании Google. Онлайн-курсы помогут начинающим бизнесменам открыть свое дело, а практикам – расширить границы предприятия и улучшить качество бизнеса. И подведем итог зрительского голосования. Напомню, вы спросили сегодня, а вы хотели бы иметь в автомобиле систему «Эра ГЛОНАСС»? И сейчас пришло время остановить голосование. Результаты опроса уже на ваших экранах. Чего добиваются активисты и чего добьются, и станет ли установка системы «Эра ГЛОНАСС Добровольный» – пока неизвестно. Еще интереснее, как такая система будет работать в имеющихся реалиях. Но все же не стоит забывать, что изначально цели такой системы направлены на безопасность участников дорожного движения. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там вы можете найти все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Или звоните. Номер мобильной приемной 249-8812. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу. Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. А сейчас предлагаю окунуться в творческую атмосферу и отправиться на квартирник, который накануне организовал молодежный ресурсный центр. С первым концертом на новой площадке, как мы уже рассказывали, выступила группа «Динамика». Евгений Черемухин рассказал слушателям историю о кино в голове у людей. А сейчас предлагаю послушать композицию без наших комментариев. На этом все сразу после прогноз погоды. С вами была я, Инна Щедрова. Увидимся на Восьмом. Сложно будет ее в одну гитару сыграть. Она вообще полностью группой исполняется, конечно. Но я сейчас попробую в одну гитару. Это такая история о кино в голове у людей. Она не слушает меня Своё кино в голове В нём лишь она одна Ах, да, ещё один человек там должен быть Будет, но лишь в кино она его любить Увы, не тот достался ей публик Другим достанется же Её идеальный актёр Ну а пока кино Кино в голове, в голове Всегда одно кино Одно кино Одно кино Один саундтрек Ну а пока кино Кино в голове, в голове Всегда одно кино Одно кино Одно кино Субтитры создавал DimaTorzok